Друзья мои, белорусы туристы, я спонтанно пошел в такой как бы хайк, просто, знаете, пойти погулять, посмотреть, что еще есть здесь, и случайно набрел на кладбище, поэтому решил, а что я не записать, как в Испании выглядят кладбища. У меня же было видео о том, что как вообще я отношусь к смерти, а сейчас мы посмотрим вот на кладбище, давайте пойдем и посмотрим, почему бы и нет, узнаем, как вот хоронят они, что тут происходит. Сементерио муниципал, смотрите, там кто-то живет, кстати, блин, так страшно, а может быть просто остановились туристы, раскинули там типа палатку какие-то же там, или кто там, что кто-то и живет, слушайте, вообще так страшно, ну прикиньте меня сейчас так сзади. Так, ну вот он, сементерио, сементерио, пойдемте. Тодос Лос-Антус, ну что-то связано со святыми, Тодос только не знаю, что, но это не улица. Ребят, все когда-нибудь будем тут, правда? Розочки вот, очень хорошо, молодцы, молодцы, сразу приятно зайти. Ну пойдем, значит, страшно, 1874 года аж. Ага, значит, у них, наверное, это все-таки. Здравствуйте, мы так, просто посмотрим, подписчики мои, посмотрят. Филе номер три, филе номер четыре. Смотрите, какое оно маленькое, в принципе. Они кремируют. Я так понимаю, что они кремируют, друзья. Не хоронят, наверное, так. А здесь вот интересно, это богатые, может быть, а может быть. Ой, посмотрите, какая красота. Вот вы бы не хотели лежать под мандариновым деревом? Прекрасно, по-моему. Прикиньте, все такие мандаринчики. Груя. Груя это, наверное, секция, а филя это ряд. Да, старое кладбище, между прочим. Здесь, наверное, вон готовят новые места. А тут, конечно, прям как лабиринты. Как лабиринты. Ну, очень ухоженно. Ну, знаете, мне так страшно здесь одному. Если сейчас кто-то выйдет, я вообще просто налажаюсь здесь, наверное. А ладно, там уже тупик. И там тупик. Господи, как выйдет отсюда. Ну, давайте посмотрим на оформление. Ладно, Феликс, успокойся, господи. Я не покойных боюсь, я боюсь, что, может быть, тут кто-то, знаете, может, какой бомжик там живет или еще что-нибудь. Потому что там... Что там вот открыта дверь? Я уже боюсь. Не хочу кидаться. Ну, то есть они... Ну, слушайте, как вы думаете? Там прах. Или их туда просто вставляют. Ну, как бы они, видите, католики же все-таки. А ну, в католичестве-то принято погребать. Но здесь невозможно погребсти, наверное. Хотя у меня... Вот этот пакетик, он прямо так шуршит, что очень страшно на самом деле. Франциско, ну, что такое, успокойся. Не пугай меня. Ну, заботятся они довольно... Посмотрите, у каждого почти есть цветочки. Так все ухожено. Цветочки, конечно, не настоящие. Но на такой жаре тут их бесполезно приносить, в принципе. Бесполезно. Ну, знаете, очень маленькое кладбище. Если это Ля Линейское кладбище, слушайте, ну как... Ля Линей, все-таки 60 там с чем-то тысяч населения. Ну, как бы... Ну, посмотрите, как красота какая. Лечка есть, водичка есть, если надо прийти, например, поухаживать. Смотрите, какие... Кто-то приехал, кто-то пришел, боже мой. Или, может быть, я знаю, как страшно. Что это, интересно, за такие вставочки? Вставочки. Понимаете? Так, тут кто-то есть. Я тут не один. Значит, кто-то есть, кто-то есть. Феликс, кто-то сейчас выйдет. Не страшно тебе должно быть. Ну, что ж там за сухой цветочек такой-то положили. Дедушка пришел. С кем-то попрощался. А тут прямо можно видеть, как они замуровывают. Посмотрите. Замуровывают. Неужели туда ставят прямо вот гробы? Неужели туда прямо гробы ставят один на другого? Мне очень интересно это стало. Там дедушка. Но он живой. Доктор Жоан Жозе Харсия Кабрерос. Ну, тут нет. Видите? А, фамильный склеп. Ну, нет. Это все-таки это... Здесь это кремирует. Ну, как тут три человека-то туда не поместится, правда? Ну, вот так вот. Как вам кладбище? Ну, вы знаете, поприятнее, чем наше. Вот наше как-то очень депрессуху какую-то. А он поливает, видите, цветочки. Он смотритель кладбища, наверное, ухаживает. Смотрите ли на такой тачке крутой, знаете. Или приехал на чистенькое такое. Ну, может быть, хорошо получают, знаете. Смотрите, у них даже есть как бы пожарная такая... Там песочек, наверное. Ну, очень интересно. Ну, это помогает, знаете, узнать больше из полотенчиков. Жара. Ну, вот такие места, они помогают как бы вот узнать больше культуру людей. Ну, на Гибралтаре кремнируют. Да, потому что там как бы вообще нету места для кладбища, понятно, да? То есть, там 6,5 квадратных километров территория, как бы, ну, сори, да? И у них крематорий как бы за горой. Это мне говорили. Вот. А здесь, значит, тоже должен быть крематорий. Где-то и кремируют. Ну, на такой жаре, конечно, да, наверное, видите, особо тут как бы... Ну, как бы земля-то есть. Почему в земле не хоронят тогда вопрос? Интересно. Ну, жара-жарой, но можно же сразу похоронить, правда? Ну, а почему тогда земли-то предостаточно? В Испании-то. Ну, в Испании-то земли. А земля тут, я не знаю, вы там сейчас увидите. Красная такая. Наверное, медью богато. Ну, и какая разница? Такая, знаете, она, конечно, такая полупесчаная. Ну, anyway. Не знаю, может кто-то знает из вас. Напишите мне. Я люблю такие вот интересные вещи смотреть. Знаете, у меня вот во Вьетнаме меня поразило кладбище. Там прямо вот в рисовом поле. Так что весь рис, который вы ищите, знаете, неизвестно, с чего он там вырос. И у них во Вьетнаме, кстати, принято прямо такие, знаете, огромные тумбы такие ставить. Я не знаю, они, наверное, тоже, может быть, они так хоронят, я не знаю, этот уже момент. То есть, когда вот мы ехали через Вьетнам, например, да, ну, и вот поле-поле-поле, и там какая-то семья делает свой рис, выращивает, и прямо посередине там стоит, значит, семейное кладбище какое-нибудь. Вот так вот реально, да. Было так посмотреть на это дело. Кстати, если вот кладбище, посмотрите, здесь у нас АЭС свил себе гнездышко, да, а вот там вот вся территория, это милитарная часть, армейская часть у нас здесь. Вот так вот. Может быть, я, блин, снимаю здесь, если нельзя снимать сейчас. Я решил пробежаться, потихонечку начать бегать. Я хочу вам представить номинацию, самое уродливое здание на берегу моря, которое я когда-либо видел. Выигрывает компоменто, сан-рок, пригород для Ленея, и посмотрите на этот ужас какой-то вообще просто. Реально выглядит как тюрьма. На берегу моря стоит. Был бы шикарный вью. Немножко погуляю по сан-рок, смотрите, памятник. Я уже даже могу перевести А Лос Хомбрес Дэ Ла Мар. Мужчинам в море. Морякам, да. Кстати, называется, посмотрите. Пуэнте Майорга. Не Майорка, а Майорга. Вышел из пены морской. О, как хорошо. Какое бодрое утро. Смотрите, сколько всего успел вам. Гибралтар затянул туманом. Так и мы. Не принимает мигранта. Так, смотрите. Последний путь проводил, можно сказать. Показал все, как есть. На кладбище сходили. Прогуляться сходили. Нашел, кстати, новый клуб. Спортивный. Следующего месяца, наверное, пойду туда. А что? Надо посмотреть все варианты. Пробежался. Сходил в этот сан-рок еще. Пробежался. Надо начинать. Вот надо начинать. Потому что, как бы, видите, как бы тут что-то есть. Там возобновляется такое, знаете, мышца. Но висит, конечно, не хочу даже показывать. Надо побегать. Надо побегать. Вот жара пришла, знаете, и ты сразу становишься ленивым. Я сразу же начал мало ходить. Я когда приехал, я тут вообще все обхаживал, знаете. А сейчас уже такая жара-жара. Но ты не хочешь идти, а ты выйдешь. Блин, 20 минут все-то никакой. Поэтому надо как-то это возобновлять. А по утрам очень хорошо сплю. Прям вообще вот не хочется просыпаться. Даже не слышу, как он играет мелкий. Вообще ничего. Просто вот готов аж прямо спать и спать. Наверное, отсыпаюсь за все свои годы бессонницы в Испании теперь. Пробежался и сразу же вот водичку. Нырнул прямо вот в своих шортиках. Видите, как? Так хорошо. Так тепленько сейчас вообще. Я хочу вот прям вам передать этот вайб. Вайб. Спасибо вам большое всем за поддержку. Спасибо за ваши лайки, комментарии, как всегда. Подписывайтесь, не забывайте. Спасибо всем за донаты, кто делает. Спасибо большое. Очень приятно. Я вам дарю позитив. Вы мне тоже дарите продвижение канала. Я очень-очень благодарен. Я очень благодарен. Хорошо я отдохнул, потому что было такое что-то два дня. У меня было столько раскладов тару. Что-то там все ко мне это начали проситься. Старые мои клиенты. Онлайн, кстати, сейчас. Ну, потому что онлайн. Как из Риги-то я уехал. Прикольно. Но мне всегда интересно, знаете, наблюдать эту историю. Вообще, как проигрываются карты. Я вообще поражаюсь иногда. Вообще поражаюсь. Вот у меня живая история, что девушке выпадала учеба. Ну, как мне, так я... У нее работа, все там как-то... Ну, обыкновенная жизнь, да. Я думаю, какая учеба. Знаете, я как-то так... Никак не мог понять эту карту. А тут она вот мне звонит. Попросила, говорит, давай посмотрим, какие... Программу «Лучший выброс» меня взяли на 4 обучающих программы. Я так... Понимаете, вообще ты даже вот не думала, а вот так случилось. Это очень интересно. Я все-таки верю в то, что... В то, что можно немножечко получать информацию оттуда. Вот. Ну, а я вам желаю только хорошей информации. Всего самого наилучшего. С ля линеешки. Всем пока. Продолжение следует...